Четвертое. Любите детей и помогайте им. Сегодняшние дети – это завтрашняя цивилизация. В современном мире, давая жизнь ребенку, вы, можно сказать, будто бросаете его в клетку с тигром. Дети не в состоянии контролировать свое окружение, у них для этого нет реальных возможностей. Чтобы добиться успеха, им необходима любовь и помощь. Это очень деликатная проблема. Сколько на свете родителей, столько и теорий о том, как надо и как не надо растить ребенка. Однако, если растить его неправильно, можно хлебнуть немало горя и даже, возможно, сильно усложнить свою жизнь на склоне лет. Некоторые пытаются воспитывать детей так же, как когда-то воспитывали их самих. Другие пытаются поступать как раз наоборот. А многие считают, что нужно дать детям расти самим по себе. Ни один из этих методов не гарантирует успеха. Последний из них основан на материалистической идее, согласно которой развитие ребенка идет тем же путем, что и эволюция человеческого рода. И каким-то необъяснимым чудесным образом нервы ребенка с годами становятся более зрелыми, так что он превращается во взрослого человека, который отличается высокой нравственностью и прекрасным поведением. Несмотря на то, что эту теорию легко опровергнуть, хотя бы наличием огромного количества преступников, у которых нервы почему-то не стали более зрелыми, этот метод воспитания не требует никаких усилий и пользуется определенной популярностью. Он не поможет обеспечить ни будущее вашей цивилизации, ни вашу старость. Ребенок немного напоминает чистый лист бумаги. Если вы напишете на нем что-то неверное, то он будет содержать неверную информацию. Но в отличие от листа бумаги, ребенок сам начинает писать, повторяя то, что уже вписали в него самого. Проблема осложняется тем, что хотя большинство детей способны хорошо себя вести, некоторые рождаются сумасшедшими. А в наши дни даже появились наркоманы от рождения. Правда таких случаев чрезвычайно мало. Не следует пытаться подкупить ребенка обилием игрушек и других вещей. Или ограничивать его свободу чрезмерными заботами. Результат может быть весьма плачевным. Следует решить для себя, какой роли в жизни вы хотите подготовить своего ребенка. На это оказывает влияние следующее. А. Кем он может быть по своим унаследованным склонностям и способностям? Б. Кем хочет стать сам ребенок? В. Кем вы хотите его видеть? Г. Какие для этого имеются возможности? Но помните, что в любом случае жизнь ребенка не удастся, если он не станет высоконравственным человеком, который может полагаться на собственные силы. В противном случае он будет только обузой для всех, включая себя самого. Как бы вы не любили ребенка, помните, что он в итоге не сможет по-настоящему выживать, если его не направят на путь к выживанию. И если он собьется с пути, это не будет случайностью. Современное общество как будто специально устроено так, чтобы ребенок потерпел неудачу. Вы окажете огромную услугу ребенку, если добьетесь, чтобы он понял наставления, изложенные в этой книге, и согласился следовать им. Одно по-настоящему действенное средство – это просто попытаться быть другом ребенку. Несомненно, детям нужны друзья. Постарайтесь понять, в чем состоит истинная проблема ребенка. И, не отвергая полностью его собственного решения этой проблемы, попытайтесь помочь ему разрешить ее. Наблюдайте за детьми, даже за самыми маленькими. Слушайте, что дети рассказывают вам о своей жизни. Позвольте им помогать вам. Если вы не сделаете этого, им придется подавлять в себе переполняющее их чувство долга. Если вы поможете ребенку понять, что представляет собой эта дорога к счастью, и получите согласие ребенка придерживаться ее, то тем самым вы очень поможете ему. Это может очень сильно повлиять на его выживание и на ваше. Ребенок не может обходиться без любви. Большинство детей готовы щедро дарить в ответ свою любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...